Доброе утро, в эфире новости, с вами Жанна Ситхан. Сегодня Комитетом национальной безопасности завершилось тестирование сертификата безопасности на его применение и влияние на работу сети операторов связи. Об этом сообщают в пресс-службе КНБ. Спецоргане отметили, что применение сертификата в дальнейшем будет осуществляться только при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак с предварительным уведомлением казахстанцев. На официальном сайте спецслужбы в ближайшее время появятся инструкции по удалению сертификата с личных устройств. Тестирование сертификата прошло по поручению главы государства. Касым Жумар-Тукаев поблагодарил спецслужбы за его проведение. Доказана защищенность информационного пространства Казахстана. Об этом президент страны написал в своем твиттере, отметив, что проверка прошла в рамках программы «Киберщит». Борьба с киберпреступниками идет полным ходом. Ежедневно в Казахстане выявляют порядка 20 сайтов, на которых рекламируют и продают различные наркотики. Об этом рассказали в МВД страны. С начала года заблокировано 4000 подобных сайтов. Полицейские признаются, что вычислить администраторов достаточно сложно, поскольку доменная зона находится за пределами Казахстана, а сбыт осуществляется на территории нашей страны. В основном интернет-преступники работают из России, Украины и даже Европы. В Карагандинской области только за сутки ликвидировали 9 степных пожаров. В некоторых местах площади горения достигали 50 гектаров. В пяти районах области огонь тушили более 250 человек. Пожарные, сотрудники хозяйств по охране лесов и животного мира, а также добровольцы. В этом году зарегистрировано 265 возгораний степных массивов. Их общая площадь почти 8 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом, увеличение произошло в три раза. Причиной является нарушение правил пожарной безопасности при скашивании сена. То есть это без искрогасителей работают трактора. Это грубейшие нарушения в основном. Плюс грозовые разряды. Основное тоже аномально жаркая погода. Также источником пожаров является битое стекло. Она как линза преломляет свет и происходит возгорание. Между тем, леса в России сгорели в результате преднамеренного поджога. Об этом заявила Генеральная прокуратура страны. Согласно заявлению ведомства, таким образом злоумышленники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев. Прокурору рассказали, что иркутские чиновники предоставляли недостоверные сведения о местонахождении, возгорании и расстоянии до населенных пунктов. Искажалась также реальная статистика пожаров. По данным ведомства, только за первое полугодие было зафиксировано больше 27 тысяч нарушений законодательства в сфере лесопользования. Самую дорогую питьевую воду в Кустанайской области потребляют жители села Аралбай в Жангельдинском районе. Кубический метр жителям обходится в одну тысячу тенге. Такой тариф сельчане называют неприемлемым, а пенсионеры и вовсе неподъемным. А в районном коммунальном предприятии напротив считают его низким. Они даже обратились в антимонопольное ведомство с заявкой о повышении стоимости. Централизованный водопровод в отдаленном селе Аралбай запустили два года назад. Тогда счастью местных жителей не было предела, потому как питьевую воду раньше привозили. Но радость оказалась недолгой. Она закончилась, когда сельчане получили первую квитанцию на оплату. Хорошо, когда вода в доме, но стоимость какая? Тысяча тенге за кубометр. Это для нас слишком дорого. Иногда приходится платить от трёх до пяти тысяч в месяц. И это самые необходимые нужды. Сабира Шайзадина старается экономить и на стирке, и приготовлении пищи. Но всё равно в месяц за воду выходит около пяти тысяч. Детей приучаем экономить воду. Раз в неделю вожу в баню. Стираем тоже раз в неделю. На ремонт дома и сарая не слишком тратим. Из-за высокой стоимости воды многие жители отказались сажать огород. Если его поливать и пить скот, говорят сельчане, плата за воду будет в разы больше. Очень дорого. За прошедший месяц заплатил 15 тысяч тенге. Это немыслимо. При этом в расположенных рядом с Ралбаем сёлах Кокалат и Акшаганак кубометр питьевой воды стоит 30 тенге. Оказывается, эти населённые пункты включены в программу субсидирования. Из-за того, что себестоимость воды высокая, она подлежит субсидированию. По последним данным, как неизвестно, у них тариф должен быть в пределах 700 тенге. В будущем будет рассмотрен вопрос о понижении тарифа. Как сообщили в областном антимонопольном ведомстве, совсем недавно для жителей села Аралбай был установлен новый тариф – 706 тенге 95 тен. Хотя представители районного коммунального предприятия просили о повышении. В заявке указывали 1 991 тенге. Снижение сельчане называют незначительным и просят местные власти поскорее включить их в программу субсидирования тарифа. Но когда это произойдёт, пока неизвестно. Артём Грапов, Сергей Трахтенберг, Кустанинская область. Три крупных проекта по возобновляемым источникам энергии в этом году будут запущены в эксплуатацию в городе Капшигае Алматинской области. Их общая мощность составит 112 мегаватт, а сумма вложенных инвестиций превышает 14 миллиардов тенге. Сейчас идёт к завершению один из самых крупных проектов – солнечная электростанция на 100 мегаватт. Её запуск планируется к концу августа. Кроме того, по словам представителей руководства курортного города, на стадии завершения ещё ряд объектов зелёной энергетики. На этот год запланирован у нас ввод ветряной электростанции на 9 мегаватт в селе Кербулах. Сейчас идут пусконаладочные работы. Тоже в сентябре месяце мы введём этот объект. Кроме того, на этот год мы запланировали реализацию инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции на 3 мегаватта. Он будет реализован у нас в Капшигае. В Лутау идёт масштабная реконструкция коммунальных сетей. В эпицентре сакральных мест Центрально-Казахстанского региона делается всё для привлечения туристов и их комфортного проживания. В этом году должны завершить переделку канализационной системой. Параллельно идут работы по обновлению водо-вода. Он был построен ещё 20 лет назад и за это время изрядно износился. На приведение коммунальной системы села в порядок выделено свыше миллиарда тенге. Планируется, что всё будет выполнено в 2020 году. И после этого здесь будут созданы все условия для комфортного приёма туристов. Надеемся, что их поток в многочисленные сакральные места у Лутау увеличится. Павлодарская область стала лидером по количеству проектов, реализуемых в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Только в этом году для нужд предпринимателей выделено 2,7 миллиарда тенге. Утверждено 199 бизнес-проектов. План перевыполнен на 7%. Стоит отметить, большой популярностью среди стартаперов пользуются безвозмездные гранты. На эти цели в бюджете предусмотрено дополнительно 40 миллионов тенге. В настоящее время количество соискателей составляет 150 человек. Благодаря поддержке местных исполнительных органов в регионе возросло число небольших предприятий. К примеру, Валерия Наркизова занялась пошивом одежды для недоношенных малышей. В течение трех месяцев женщина выполнила порядка полутора тысяч заказов. При помощи грантов в регионе налажено и производство экоигрушек. Авторами оригинальных задумок зачастую становятся представители молодого поколения. Мониторинг проектов ведется после реализации проектов по истечению трех лет. То есть мы увидим картину в целом по их объемам выпуска продукции, по налоговым отчислениям и так далее, по истечению трех лет, а также созданию новых рабочих мест. Если в целом говорить по отдаче, то отдача очень высокая. На один тенге, выделенный на субсидирование, приходится порядка 4-5 тенге. Если в нашу область, это порядка 3,5-4 тенге. Казахстанские моряки участвуют в Кубке моря 2019 в Баку, который проходит в рамках армейских международных игр. Также к состязаниям присоединились военные корабли России, Азербайджана и Ирана. Впервые в качестве наблюдателей выступают представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Арабских Эмиратов. В азербайджанском акватории Каспийского моря военные будут состязаться в этапах по выполнению артиллерийских стрельб, борьбе за живучесть корабля и морской подготовке, по результатам которого определятся лучшие составы. Наши военные выполнят эпизоды конкурса на ракетно-артиллерийском корабле «Мангистал». Безусловно, конкурс «Кубок моря» в рамках армейских игр – это уникальная площадка для состязания моряков при Каспийских государствах, где будет каждая команда доказывать свою морскую выучку, свое мастерство. Тем самым, уже который год, пятый год подряд, личный состав, участвующий в данном конкурсе, укрепляет именно двухсторонние, пятисторонние дружбы между государствами, а также международное военное сотрудничество. На этом у меня все.